Итак, поехали. Начну я с самого сложного, поэтому давайте сейчас мы напряжемся на несколько минут. Расскажу я вам о печали, которая настигла астрономов таких как я много лет назад. Я представляю ту астрономию, которая называется радиоастрономией, то есть мы работаем в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Размер электромагнитной волны, с которой мы работаем, можно показать руками. Она может быть такая, такая, такая. Радиодиапазон электромагнитного спектра. Эта наука получила серьезный толчок в результате Второй мировой войны из-за развития технологий, понятно каких, это радиолокация, да, вот все, что с этим связано. Однако, то, что мы называем разрешением или угловым разрешением, наша способность восстановить изображение объекта с каким-то уровнем детализации. На самом деле, вот когда мы используем понятие разрешения, хвастаясь перед друзьями, ну, наверное, наши дети, хвастаясь перед друзьями той или иной камерой цифровой или телефоном, да, то тоже используя, что у него высокое разрешение. Это оно и есть, вот ничего другого. Так вот, наше разрешение, да, оно определяется следующей формулой. В числителе стоит длина волны, на которой мы наблюдаем. Помните, метр, там, сантиметр, это вот радиодиапазон. А в знаменателе стоит размер зеркала, размер телескопа, с которым мы наблюдаем. Вот для того, чтобы быть позитивным хотя бы чуток, я здесь нарисовал, привел фотографию 100-метрового телескопа, в данном случае телескоп, который находится в Германии. Так мы здесь подставляем 100 метров. А в числителе, скажем, поставим, ну, там, несколько сантиметров. Вот мы одно делим на другое и получаем вот эту самую разрешающую способность радиотелескопа. То вот, к сожалению, для радиоастрономов эта величина оказывается крайне плохой, крайне бедной. Практически любой объект во Вселенной, который вы изучаете с помощью радиотелескопа, мы разрешить не сможем. Практически любой объект будет для нас выглядеть как точка. По сравнению, например, с оптическим диапазоном, вы все прекрасно знаете, обязательно вы видели фотографии, полученные из космического телескопа имени Хаббла, все есть такие красивые. Понятно почему. Хоть у него диаметр не 100 метров, а всего лишь несколько метров, но зато у него длина волны в намного порядков меньше. Поэтому, конечно же, оптические астрономы нас, в общем, переплевывают очень серьезно. И вот как символ вот этой печальной ситуации я нарисовал здесь вот эту точку. Будем считать, что такая большая, жирная, но все-таки точка. Что же делать? Радиоастрономы не только печальные, но и хитрые. Поэтому достаточно быстро они придумали такую методику, которая называется радиоинтерферометр. И в случае радиоинтерферометра у нас работает больше одного телескопа, вот фактически два телескопа в связке. Два и больше. Они работают в связке. И я не буду вдаваться в подробности, как технологически это реализуется. Но главное, что уже вот в этой ситуации мы, видите, в знаменателе делим не на диаметр моего радиозеркала, а уже делим на B от слова база. Это расстояние между телескопами. Ну, понятно, что мы можем телескопы поставить достаточно далеко друг от друга. В частности, мы можем поставить на разных континентах. Ну и понятно, что сразу, на самом деле, вы не поверите, ну, представьте, от 100 метров до, скажем, 5-10 тысяч километров. Конечно же, вот внедрив эту технологию, мы повышаем нашу способность разрешать космические объекты, восстанавливать их изображение с высокой подробностью, четкостью на много порядков. И уже здесь именно радиоастрономы стали впереди планеты всей, и оптикам до нас еще работать и работать. И вот для того, чтобы это продемонстрировать, здесь я, во-первых, нарисовал американские и немецкие телескопы, а на самом деле, вот эту технологию предложили впервые советские ученые, Матвеем Крадашов-Шаламитский, реализовали американские ученые, кстати, вместе с советскими, один из первых экспериментов между Соединенными Штатами и телескопами в Крыму, которые находятся. Ну, и вот здесь я показал, как символ, да, вот этого, что теперь мы уже видим не точку, а мы можем увидеть, что кто-то, значит, какую-то улыбку на небе. Ну и понятно, что астрономы, у них безудержная совершенно фантазия, понятно, что нужно делать для того, чтобы нам получить возможность увеличить разрешение нашей машины еще дальше, а именно нам нужно один из телескопов отправить в космос, что мы и сделали в рамках нашего проекта и увидели, кто, собственно, нас из космоса улыбается. Прошу вас вопрос. Маленький вопрос, а зачем тогда в Германии размер телескопа 100 метров, размер маленького? Очень хороший вопрос, и более того, ответ на этот вопрос вы видите на экране частично. Действительно, в космос 100 метров не отправить, хотя были идеи, расскажу вам, поставить 30-метровое зеркало на Буран, помните, да? Ну и на Буран, простите, конечно же, на энергию, да? Энергия очень тяжелого класса ракеты, которая Буран запускала. Вот была идея европейских и советских ученых вместо Бурана на энергию поставить 30-метровое зеркало. Не получилось, мы запустили 10-метровое в космос, я расскажу подробно как. Совершенно справедливо. Эту технологию можно реализовать и с меньшим размером зеркал. Чем крупнее радиотелескопы, тем слабее космические объекты мы можем изучать. Вот зачем нужны крупные телескопы. Есть еще вторая причина, а почему мне сейчас про это не поговорить. Тут такая есть хитрость. Ну, больше, чем 10 метров мы запустить в космос не можем. Но нам же хочется изучать слабые объекты. К счастью, чувствительность вот такого интерферометра, то есть способность изучать слабые объекты, она пропорциональна корме из произведения чувствительности двух телескопов. Поэтому, если вы не можете отправить 100 метров в космос, вы на Земле постойте 300 метров. Ну, ладно, не 300, там понятно 100, там квадрат. Ну, идея ясна. Поэтому, на самом деле, мы работаем в рамках нашего проекта с самыми крупными наземными телескопами. Я еще их покажу, их сейчас все. В частности, и вот с 300-метровым, который находится в Аресиба, Пуэрто-Рико, это Соединенные Штаты. И вы, конечно же, все слышали, китайцы нам все уши прожужали, что они построили 500-метровый. С ним мы тоже будем работать, когда его введут в эксплуатацию. Пока еще это не произошло. Да, действительно, вот благодаря тому, что хотя бы на Земле есть крупные, мы можем весь интерферометр сделать намного более чувствительным, изучать намного более слабые объекты. Вот пример тех телескопов на Земле, которые работают вот как единый интерферометр для решения разнообразных задач. И сейчас я расскажу, что же за разные задачи мы решаем. Но перед этим вот опыт показал, я рассказывал эту лекцию на одном из фестивалей науки примерно полгода назад, что хорошо работает попытаться нам с вами вместе построить интерферометр для дополнительного такого понимания или закрепления материала. Давайте попробуем это сделать. Итак, для того, чтобы телескоп мог быть элементом подобного интерферометра, нам нужно, первое, что нам нужно, нам, конечно, нужна радиоантенна. Второе, нам нужно иметь возможность записать поток данных с высочайшей точностью привязки ко времени. Фактически каждый телескоп должен иметь у себя на борту в космосе или на Земле атомные водородные часы. И у нас действительно есть на борту нашего спутника водородные часы. Итак, давайте мы представим, что каждый из нас или некоторые из нас, собственно, являются подобными телескопами. Это не так уж и сложно сделать. Потому что, конечно же, у подавляющего большинства из вас есть подобные смартфоны. Естественно, что есть у смартфона? У смартфона есть антенна, чтобы принимать радиоизлучение. Ну, фактически телескоп. У смартфона есть часы, которые нам тикают. Ну, не атомные часы, ну, ничего. И у него, естественно, на борту есть память, поэтому результат на шнук-дюни можно у него записать. Давайте поработаем, представим, как работают метроферометры. Ну что, давайте, как обычно, начнем с первого ряда. Значит, у каждого телескопа есть имя, но оно только без отчества. Меня зовут Юра Аваз. Ирина, у вас есть смартфон? Вынимайте. Хорошо. А пока Ирина думает, мне еще кто-нибудь нужен из смелых. Ну, кто у нас еще есть смелый с смартфоном? Нет? 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 Я запомнил. Но мне нужен пока кто-нибудь рядом с Ириной. Кто-нибудь очень близко с Ириной. Ну, пожалуйста. Давайте, 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 время. Все, так. Ирина и еще у нас Елена. Очень хорошо. Итак, смотрите, у нас есть интерферометр, два телескопа, Ирина и Елена. И действительно, у нас, кажется, из скопа есть имя какое-то, потом я расскажу про некоторые из них. И вот эта Ирина и Елена, давайте, вот вы просто направите ваш смартфон в мою сторону. Не будем здесь уж чересчур быть аккуратными. Вот просто, ну, действительно, направьте ничего страшного. Вот, вот, направили, спасибо, вот, работаем. И вот смотрите, вы наблюдаете меня, как интерферометр Ирины и Елена. Обратите внимание, расстояние между вами маленькое. Помните, у нас в этой формуле, в знаменателе было расстояние? Оно маленькое, поэтому ваше разрешение не очень высокое. Оно ничего, оно не очень высокое. Поэтому, на самом деле, вот если вы наблюдаете меня, да, то вот все, что вы увидите, это, наверное, что, ну, вот я вот продолговатый огурец. Это максимум, что я не точка, а вот такой продолговатый огурец. Замечательно. Но мы же можем взять кого-нибудь сзади. Вот я видел, у нас есть желающие, да? А вот нет, здесь был желающий, да? Да. Аня, простите, мне нужно кто-нибудь подальше. Как вас зовут? Анна. Замечательно. Итак, теперь смотрите, у нас есть интерферометр, треугольник. Ирина, Елена, Анна, пожалуйста, тоже, да, поработаем. И смотрите, у нас есть Ирина, Елена, короткая база интерферометра, соответственно, Ирина, Анна и Елена, Анна, длинные базы интерферометра. И они уже позволяют увидеть, что у этого огурца есть какие-то отростки, которые идут вниз и вверх, да? Вот, собственно, вот так вот работает интерферометр. Чем больше у меня вот таких вот потарных баз интерферометров, тем больше при мне информации. Поэтому давайте сейчас все в едином порыве поднимем смыть свои руки, не будем вынимать уже телефоны. Пожалуйста, давайте, давайте, давайте. Да посмотри, какие. О, замечательно. Посмотрите, у нас получился теперь интерферометр, который мы назовем Воронеж. И вы получили, на самом деле, громадное количество информации, фактически вот сняв попарно громадное количество независимых сигналов, независимых измерений от меня, про меня. И уже благодаря этому вы смогли восстановить достаточно подробную информацию про то, как я выгляжу. Вот, собственно, так и работают интерферометры. Окей? Да. Больше информации. Да-да, вы получите больше информации, однако сидящий рядом интерферометр Ирины, Елена, если Анна подойдет сюда, вот этот интерферометр, он получит при меня больше информации, однако у него будет отсутствовать информации про компактные элементы на моем изображении. Например, вы не сможете восстановить информацию про дырки в моем носу. Они сольются. Вы не увидите моих пальцев. Фактически, чем больше между вами расстояние, тем лучше вы собираете информацию про компактные образования на моем организме. Те, кто из вас является либо специалистом по профессии, либо просто учителем физики, математики, вы поймете мне немножечко лучше. Я сейчас использую эти слова, которые обычно я в ночь по лекции не использую. Фактически, та информация, которую снимает интерферометр, это информация, которая представляет из себя преобразование Фурье от моего изображения. Да, да, я знаю. Поэтому обычно я не использую эти красивые... Совершенно верно. Совершенно верно. Но опять же, также вы в Фурье-спектре, чем более высокие гармоники вы снимаете, еще одно красивое слово, тем больше информации вы получаете именно про компактное образование на моем. Хорошо. Ну что, мы даже глубже в это вошли, чем я обычно себе позволяю, но аудитория, в общем, можно. Ну что, вот просто вам показать пример, как оно работает. Это выброс горячей плазмы из далекого квазара. Мы попозже про них поговорим побольше. Вот сверху эта картинка, полученная на космическом телескопе имени Хаббла, а внизу информацию, которую мы получили с помощью пока только наземного интерферометра, вот такого радиоинтерферометра. И вот фактически расстояние отсюда, вот примерно здесь сверхмассивная черная дыра, подробно про это поговорим. И до конца этого здания умещается вот в эту точку для Хаббла. Вот что дает... Да-да-да, это именно оно есть, то самое разрешение. Да-да-да. А, соответственно, уходя в космос, мы про это сейчас поговорим. Не для того, чтобы оправдать свое существование, но для того, чтобы действительно расширить, что ли, наше представление, наше понимание о том, что наука действительно, и даже такая, казалось бы, бесполезная, как астрономия, на самом деле, используется нами ежедневно. Давайте я вот начну с того, что, возможно, кто-то из вас знает, но думаю, что многие нет, что мы можем решать обратную задачу, или прямую, кто как считает. Мы можем исследовать космические объекты, но мы можем сделать и обратную задачу, решать обратную задачу. Мы можем использовать далекие космические объекты, как реперные точки, привязавшись к которым, мы можем с высочайшей точностью измерить скорость движения телескопа на Земле, или, собственно, информацию про саму Землю. Вот первая задача, которую с помощью этого подхода можно решать, вы видите здесь на экране. Да, это вот картинка нашей планеты Земля. Вот это вот Африка, Европа, Австралия, соответственно, Азия, Япония, где-то здесь Северная и Южная Америка, опять снова Европа. И вот вы видите, что фактически каждая из этих красных точек вам показывает движение той или иной точки. И вот раньше для решения этой задачи мы использовали только вот те самые интерферометры, радиоинтерферометры со сверхдлинными базами. И вот посмотрите, вот такая длина стрелочки вам дает скорость 5 сантиметров в год. Может быть, вы видели в новостях, это было... Да, сейчас договорю и увидел. По-моему, несколько недель назад директор Института прикладной астрономии в своей лекции сказал, что Крым двигается в сторону России. Я думаю, что в 2003 году было объявлено, еще до того, как там Крым вообще как-то идет какие-то претензии сюда, и эта информация уже была тогда, я доверяю. Точно, я вам больше скажу, именно я журналистам это и сказал. Значит, ситуация еще хуже. Опять же, если вы внимательно присмотритесь к этой картинке, и вот уже был вопрос, все, что мы делаем, абсолютно открыто. Вы все это можете найти в интернете, научной публикации, все абсолютно открыто. Вот посмотрите, вся Европа, посмотрите, куда направлены стрелочки. Да, вся Европа двигает в сторону России. Прошу вас. Спасибо за вопрос. Когда я это формулировал, я постарался быть аккуратным, и я сказал, что мы используем для привязки наиболее далекие космические объекты, или, по крайней мере, я думаю, что я это сказал. Наиболее далекие именно потому, что чем они дальше, тем меньше их собственные движения. То есть, погрешность здесь, но тем не менее. Совершенно верно. Погрешность есть, но она значительно меньше, чем точность этих измерений. Совершенно верно. Более того, даже если они двигаются, они немножко двигаются по определенным причинам. Но это другие галактики, находящиеся на расстоянии миллиардов световых лет от Земли. Буду еще обсуждать. Мы используем сетку. Не один объект, а сетку. Соответственно, поэтому это все замывается и просто немножечко увеличивает ошибку. Чуть-чуть незначительно. Окей? Ну что, поехали, да? Да, 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 да. Европа и Россия – это один объект. Как один кусок движется? Один кусок движется на другой, то есть, вы знаете, что это из разных летоксерных плитов нет? То есть, плиты наезжают? Значит, во-первых, плиты действительно тут разные, но если вы посмотрите, вот это уже Россия на то, что тут двигается. Это исключительно… Да, да, да. Здесь действительно разные плиты, и вы на самом деле даже можете тут увидеть разные плиты по разным направлениям. Да, вот, но мне кажется, насколько я понимаю, не моя наука, что это все одна плита, поэтому мы все двигаемся на северо-восток. Да, если я правильно помню. Совершенно верно. Так, ну… Совершенно верно. Так, теперь совсем к полезным для здоровья вещам. Может быть, даже кто-то из вас знает, но если нет, то вот я вам расскажу, что каждый из вас пользуется ежедневно результатами работы радиоинтерферометра со свердлинной базой. Потому что… Вообще-то, смотри, здесь месса написана, значит, миллисекунды. Мы пользуемся этим потому, что мы пользуемся системами глобального позиционирования GLONASS и GPS. Да, и для того, чтобы ими пользоваться и получать ту высокую точность, которую они обещают, на самом деле настолько высокая точность нужна не нам с вами, а понятно кому, нам нужно знать с высокой точностью параметры вращения Земли. И параметры вращения Земли, вот здесь вот нарисован пример двух из них, на самом деле основных. Первая – это информация о прецессии оси вращения Земли, то есть как ось вращения Земли двигается по небу. Вот здесь, собственно, это и нарисовано. Вы можете увидеть с начала 2010 года по конец 2011 года. Вот так вот эта координата на небе, куда смотрела ось вращения Земли. Как видите, она со временем меняется. И здесь миллисекунды дуги. Это очень малая величина, однако для систем глобального позиционирования это принципиально важно. Также и истинная длительность земных суток. Она меняется с годами, причем у нее есть периодичная составляющая, которая меняется, и можно попытаться предсказать. Насколько я понимаю, это связано с приливами. А также есть случайные компоненты. Вот полное различие между ровно 24 часами и то, что у нас было на самом деле, можно увидеть на этом картиночке. Тоже от начала 2010 года до конца 2011 года. Вот видите, опять же, миллисекунды, как со временем это меняется. И вот эта информация, она скармливается системой глобального позиционирования GLONASS и GPS. Эту информацию надо получать с, насколько я помню, техническое задание для служб, которые поддерживают GPS, соответственно, это США и GLONASS, это Россия, в России это Институт прикладной астрономии, по-моему, то ли от нескольких часов до нескольких дней, я боюсь соврать. Эта информация, она передается от служб, поддерживающих эти системы, как раз от этих самых интерферометров, которые проводят наблюдения почти ежедневно. Вот она передается в систему глобального позиционирования, благодаря чему мы получаем необходимую точность. Вот без системы, без радиоинтерферометра сфердлинной базы эту задачу на сегодняшний день решить невозможно. Ну что, поехали дальше. Теперь мы уже переходим к нашему проекту, который называется «Радиоастрон». Я уже вам раскрыл основную его идею. Мы запустили в космос телескоп размером 10 метров. И он летает вокруг Земли с орбитой, апогей которой, то есть точкой максимального удаления, примерно расстояние от Земли до Луны. Это примерно 350 тысяч километров. И каждые 9 суток делается один оборот вокруг Земли. И, соответственно, во время работы, во время полета этого спутника вокруг Земли мы проводим наши наблюдения. Вы можете легко понять, разделив одно на другое, что возможности, которые у нас были раньше на Земле, мы улучшили примерно в 10-30 раз. Соответственно, мы получили телескоп, который один из своих основных параметров, угловое разрешение, возможность строить изображения, изучать космические объекты с таким наивысшей четкостью и детализацией, улучшил то, что было нам доступно раньше, примерно на порядок и даже выше. Это принципиально важно, потому что есть такое неписанное правило. Если вы строите новый телескоп, то вы получаете потенциал на какие-то прорывные открытия, если вы один из его параметров улучшите на порядок и больше. Так, поехали дальше. А получается, что вот это улучшение касается только в разных сторонах, да? Спасибо, спасибо за вопрос. И да, и нет. Смотрите, мы выбрали такую орбиту, которая очень сильно эволюционирует со временем, из-за того, что она подвержена сильному гравитационному возмущению от Луны. Поэтому она во времени эволюционирует, и мы можем выбирать моменты наблюдения того или иного объекта на небе таким образом, чтобы мы могли его исследовать вот с этим высоким разрешением в необходимых нам направлениях или пронаблюдать вот такое количество раз, чтобы следовать как бы весь диапазон этих самых направлений. Кроме этого, когда спутник подходит к Земле и оборачивается вокруг Земли, в принципе, у нас есть возможность получить большое количество вот этих вот баз по разным направлениям и, собственно, получить информацию по всем направлениям. Я ответил на вопрос? Очень хорошо. Ну что, поехали. Значит, мы запустились космодромом Байконур летом 2011 года на российско-украинской ракете «Зенит-2». Значит, раньше я обязательно показывал, как залетала наша ракета. Сейчас, так как мы уже давно взлетели, я не знаю, сколько вам интересно, показать, как мы взлетели, нет? Да? Ну хорошо. Давай тогда нулевой фильм мы запустим. Потратим на это. А, поехали. Покрупнее, да? Вот ракета «Зенит-2». Она считается достаточно экологичной, потому что окислителем является кислород. Когда она запускалась, то наши взаимоотношения с Украиной были достаточно позитивными, поэтому никаких сложностей с запуском украинским расчетом не было. Действительно, очень успешная ракета. Первая ступень отработала великолепно за первые, по-моему, две минуты. Вторая ступень отработала за следующие 15 минут. И вот через 20 минут фактически ракета вывела нас на ту орбиту, которую мы ожидали. Сейчас на еще разочек полетит, наверное. А звук, наверное, не мешает. А, ну, не важно. После чего стал работать разгонный блок. Разгонный блок, который построило научно-производственное объединение имени Лавочкина. Они же построили, собственно, наш спутник вот с нашим телескопом. Нам повезло. Нас вывели на заданную орбиту вот этим самым разгонным блоком с точностью 5%. Вообще точность выведения заданных в тех заданиях 10%. Сложность вывода заключалась в том, что первое включение двигателей разгонного блока происходило на той стороне Земли. Куда раньше, вот в случае таких запусков, в советское время, выводили корабли с такими антеннами, которые снимали телеметрическую информацию с борта и, собственно, знали, что же происходит у нас на разгонном блоке. К сожалению, сейчас у нас этих кораблей не осталось и никаких спутников, которые бы передавали, ретранслировали эту информацию у нас тогда не было. Поэтому мы просто ждали и надеялись, что двигатели разгонного блока отработают правильно и он выйдет, наш спутник, в нужное время, в нужном месте над горизонтом. Что с нами произошло? А вот, к сожалению, с следующей миссией Фобос-Грунт, наверное, вы об этом читали, не произошло. Мы ее очень долго искали не потому, что русские не умеют, а потому, что действительно никто не знал, что же, собственно, произошло со сгонным блоком, и мы можем оказаться где угодно. Поэтому нам помогали наши зарубежные коллеги, он был найден. С нами все получилось хорошо. Мы после, по-моему, пары включений, длительностью каждая по 20 минут, мы вышли на заданную орбиту, вот ту самую, вокруг Земли, длительностью 9 суток. Давайте мы двинемся дальше. И, да, давайте мы закончим этот фильм, если вы не против. И сейчас мы сразу с вами, вот, я обращу ваше внимание, что под обтекатель ракеты 10-метровое зеркало, собственно, попасть, залезть не может. Обтекатель ракеты у нас был примерно диаметром 3 метра. Поэтому было техническое решение предложено. Когда мы складываем 27 лепестков нашего телескопа, вот как такой цветочек, причем с наложением, как видите, здесь друг на друга, выводим их вот таким образом в космос, командуем Земли на раскрыть, и, собственно, он раскрывается. Вот, на самом деле, никто никогда раньше подобного решения не предлагал. Сами лепестки у нас сделаны из углепластика с покрытием, который, собственно, работает как телескоп из алюминия. И работает это следующим образом. Сейчас я вам расскажу, как это было. Вот он так вот выглядит в раскрытом состоянии. Тут на экране выглядит не симметрично, а симметричный. Давайте посмотрим следующий фильм, который фильм один у нас называется. Спасибо. Вот замечательно. Вот это вот снято у нас на Земле. Вот в начале раскрытия у нас подрываются пиропатроны, которые высвобождают верхнюю часть лепестков, и лепестки начинают раскрываться. Вот эти вот тросики, которые вы видите на экране, это система обезвешивания для того, чтобы на Земле, в Эмпоемне Лавочкина, моделировать ситуацию в космосе, когда у нас нет веса. Вот видите, как выглядит этот фильм тестового раскрытия телескопа, как раз того самого, который у нас сейчас работает в космосе. Раскрывается он следующим образом. Каждый лепесток, он имеет такой штырек одним концом, который держится за лепесток, а другим за кольцо, стоящее в основании вот этого всего зеркала, этого 10-метрового космического телескопа. И по команде Земли кольцо начинает вращаться и, собственно, тянет за собой 27 металлических конструкций, которые уже вытягивают 27 лепестков. В принципе, звучит все достаточно просто, однако обращаю внимание, что это должно произойти идеально, синхронно, потому как лепестки наложены друг на друга. Если хотя бы один лепесток зацепится с другой, то, в принципе, на этом наш проект и завершится. На самом деле, наше раскрытие прошло не идеально. И в заключении 15 минут, которые мы ожидали, или около 10 минут мы ожидали, что произойдет раскрытие, пришла информация на Землю, что кольцо перестало вращаться, дальше вращаться некуда. Однако датчики в основании телескопа не подтвердили тот факт, что телескоп полностью раскрыт. И нашим коллегам из МПО Нелавочкина в течение определенного времени после этой ситуации, которая прошла, им не удалось до конца раскрыть телескоп. В принципе, последующий анализ показал, что не хватило нескольких сантиметров до полного раскрытия. Вот вы видите уже полное раскрытие. Это фактически нам нужно выстроить форму, которая повторяет параболу, параболоид вращения. И точность, с которой эта поверхность должна быть выстроена, составляет величину около 1 мм. То есть выстроенный параболоид вращения после запуска, этой громадной тряски во время запуска и раскрытия, должна быть около 1 мм. Нам нескольких сантиметров не удалось. Давайте мы убираем фильм, возвращаемся на презентацию, я дальше там договорю. Наши коллеги сделали следующее. Они предположили, что тот оставшийся градиент температуры по кольцу в основании нашего телескопа, который был, собственно, не дает возможности, вот скособочил немножечко наше зеркало, и не дает возможности ему до конца раскрыться. Поэтому они повернули телескоп низом к Солнцу за ночь, за нашу ночь. Да, вспоминается анекдот, как лететь на Солнце, лететь ночью. Но вот за нашу ночь они повернули основанием в сторону Солнца, Солнце совершенно однородным образом прогрело основание телескопа, дали команду на раскрытие на следующее утро, и он раскрылся до конца. После чего мы его зафиксировали, и вот действительно с некоторыми сложностями и нервами были очень непростые те часы, или та ночь, которую многие из нас провели, мы получили работающий, живое, 10-метровое зеркало, которое летает вокруг Земли. Действительно непростая ночь, потому что, представьте себе, история нашего проекта следующая. Его задумывали еще при дорогом товарище Леониде Ильиче Брежневе. И, насколько я помню, первое решение о реализации этого проекта было подписано Генеральным секретарем Центральной ЦК КПСС. Проект прошел через все эти замечательные годы вместе с нашей страной. Страна развалилась, проект практически полностью развалился, и потом, после восстановления в намного более, наверное, хорошем состоянии нашей страны, и, собственно, за пять лет, примерно с 2005 по 2030 год, был почти заново, собственно, перестроен. Ну, давайте в качестве юмора я регулярно показываю эту картинку. Вот мы даже получили сертификат из книги рекордов Гиннесса, который говорит о том, что мы официально изумительные. Потому что, действительно, наверное, главным образом он выдан именно НПО имени Лавочкина. Это та самая организация, которая построила успешные проекты и запуски сделала успешные на Луну. Конечно же, вы знаете, мы первые были на Луне, на Венеру, на Марс. Вот это, собственно, те самые люди, те самые кадры, которым мы постоянно в глубоком поклоне говорим наши слова благодарности. Потому что именно благодаря им и многим другим нашим коллегам, главным образом в России, но и за рубежом, тоже проект международный. Даже некоторые компоненты нашего спутника сделаны за рубежом в Соединенных Штатах, в Европе, в Австралии, в Индии. Вот благодаря им он успешно. Вот, собственно, сертификат за то, что самый крупный телескоп в космосе за все годы. Так, мы поехали дальше. Как мы работаем? Дело в том, что объем научных данных, которые мы собираем, он настолько большой, что записать его на запоминающее устройство на борту невозможно. Поэтому мы сбрасываем научные данные в режиме реального времени на Землю. То есть у нас на спутнике есть 10-метровая антенна, которую мы смотрим на космический объект. И есть полутораметровая антенна сзади, которая одновременно с наблюдениями космических объектов сбрасывает широкий поток данных на Землю. Насколько широкий? Но сейчас это уже звучит не настолько круто. Но когда мы запускались, а уж тем более до этого, это было совсем здорово, мы сбрасывали на Землю 144 мегабита в секунду, из которых, если убрать контрольные суммы, точнее не контрольные суммы, а 9-й бит, который контрольный, остается 128 мегабит в секунду. Вот это поток данных, который мы сбрасывали на Землю. Вот это две станции слежения и сбора научной информации. Одна из них находится в Подмосковье, Пущино, 22 метра, а другая находится в Соединенных Штатах. 43-метровое зеркало в штате Западная Вирджиния, в горах 4 часа езды от Вашингтона. Поэтому мы можем закрыть фактически восточные полушарии и западные полушарии, когда спутник над одним находится, над другим мы можем проводить свои эксперименты. Кроме этого, помните, мы с вами договорились, что у нас даже в интерферометре Воронеж, посмотрите, сколько десятков есть телескопов, в принципе, то же самое и у проекта «Радиоастрон». Мы пользуемся всеми крупнейшими радиотелескопами, которые могут работать в режиме интерферометра. Если вы когда-либо где-то видели телескоп, вот я обычно в лекциях вспоминаю фильмы, которые Голливуд делает, про Джеймса Бонда, «Золотой глаз». Да, вот это вот он в фильмах про терминатора уничтожают, VLA, которые здесь у нас нет на экране. В общем, очень многие телескопы, если вы когда-то что-то про что слышали, скорее всего, вы можете быть уверены, они наблюдают с нами. Вот до примерно так 40 телескопов на Земле работают связки с тем самым космическим. И вот сегодня я уже показывал этот слайд, рассказывая про другие проекты, и вот хочу проговорить, что тот же самый принцип работает и про нас. А именно, вот наш проект, российский проект, международный на самом деле проект с лидирующей ролью России, вот этого интерферометра «Радиоастрон», работает по принципу открытого доступа. То есть любой человек, включая вас, сидящих в этом зале, ну, конечно же, вы понимаете, нужна подготовка профессиональная, но формально никто не мешает вам подать заявку на наблюдение в рамках нашего телескопа. У нас есть независимый международный программный комитет, и если ваша научная идея выиграет, то вы сможете провести научный эксперимент вот на нашем телескопе. Фактически вот этот симметричный подход, который реализован и на нашем спутнике, и на крупнейших радиотелескопах, которые находятся на Земле. Вот мы работаем именно по такому принципу. И идея, почему реализуется именно такой принцип, в общем, следующая. Подобные проекты, они настолько дороги для каждой страны или для консорциумов стран, что страны хотят наиболее эффективно использовать наблюдательное время этих телескопов. А наиболее эффективно это происходит в том случае, если вы не ограничиваете конкурс с национальностью и так далее. Ну что, теперь поехали, собственно, к науке. И покажем мы сейчас фильм следующий. Наверное, он у нас будет уже... Да, совершенно верно. Но я расскажу про квазары. Квазары — это далекие, активные галактики. Вот представьте себе галактику как наша. Однако находится она на расстоянии от нас миллиарды световых лет. И в центре у нее есть сверхмассивная черная дыра. Вот сейчас мы покажем фильм про нее. Давайте сначала начнем. Давайте сначала его не против. О, поехали. Спасибо. Вот смотрите, в центре сверхмассивная черная дыра. Вокруг аккреционный диск. Это пыль и газ, который падает в центр на вот эту самую очень тяжелую черную дыру, подпитывает ее веществом и энергией. И примерно 10% вещества выбрасывается наружу в виде вот таких вот узких и очень горячих струй плазмы. Фактически мы имеем вот эти вот… Давайте еще разочек мы ее толкнем. Спасибо. Фактически мы имеем ситуацию, когда вот эти вот очень горячие плазмы двигаются из центра со скоростью примерно равной скорости света. Немножечко меньше, чем скорость света. И вот, собственно, эти объекты, которые находятся от нас очень далеко, с помощью вот такого интерферонтера мы можем исследовать, восстанавливать информацию про вот эти выбросы, про то, что происходит в центре, и пытаться увидеть, собственно, саму черную дыру. Давайте мы выключим фильм и пойдем дальше. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. И, да, включаем. Ага. Вот, да, да, это слайды есть, да. Очень хорошо. Ну вот, смотрите, некоторые результаты, которые нам удалось получить. Во-первых, мы провели обзоры подобных объектов. Мы их называем квазары. И у нас, как вообще работает наука, да, существует теория, которая описывает какое-то явление. У нас была теория, которая описывала излучение вот этих вот горячих струй вещества, которые выброшены из центра далекого квазара. И было предсказание, что если наше понимание физики излучения этих джетов правильное, а мы считаем, что там излучают очень горячие электроны, то существует определенный предел, выше которого, да, предел яркости излучения, выше которого мы не должны ожидать увидеть яркость вот ядер этих квазаров. Это связано с тем, что электрончики, когда они вот бегут по этому джету, да, в магнитном поле, если они становятся горячее определенного предела, то происходит так называемая Камптоновская катастрофа. Что происходит? Они начинают, электроны начинают очень активно соударяться с теми самыми фотонами света, которые они же излучили. Да, вот я электрон, я лечу по селуминенному полю, я очень много излучаю фотонов, но их настолько много вокруг. Я арктирую, что я начинаю биться об свои собственные фотоны. И в результате этого соударения что происходит? Электрон отдает часть своей энергии фотону. Что происходит с электроном? Электрон потерял энергию, а фотон прыгнул из радиодиапазона, да, или оптического, он прыгнул дальше в более там высокий, там, типа гамма-диапазон и так далее. Значит, главное, что вот теория предсказывает, что из-за этого эффекта мы не должны ожидать, что вот ядра далеких квазаров должны быть ярче определенного предела. Окей? Поверили? Значит, ирония ситуации заключается в том, что проверить это можно только построив наземно-космический интерферометр. Наземные интерферометры из-за ограничения, связанного с размером планеты Земля, как раз не позволяют нам увидеть эту экстремальную яркость, если действительно ядра квазаров нарушают это предсказание теории. А, собственно, наука так и работает. Да, вот философия Луки говорит, ну, очень упрощенно, что научное утверждение — это то утверждение, которое можно опровергнуть. Да? Вот фактически в этом любое научное утверждение должно быть проверяемо или опровергаемо. Проблема заключается в том, что это утверждение, соответственно, наше понимание о том, как работает квазар, его можно проверить или опровергнуть только вот с наземно-космическим интерферометрометром. Что мы и сделали. И оказалось, что ядра квазаров, они примерно в 10-100 раз выше, чем вот этот предсказанный предел. То есть предсказания теории на самом деле нарушаются. Существует несколько причин, почему это может быть так. И если вам это действительно интересно, мы в заключении лекции это поговорим подробнее. Но главное здесь следующее. Фактически мы попали в ситуацию, о которой ученые могут только мечтать. То есть наибольший прорыв в понимании природы, чего бы то ни было, происходит в том случае, если вы достигаетесь ситуации, когда такое железобетонное предсказание теории нарушается или не подтверждается экспериментом. Вот, собственно, к этому мы при исследовании квазаров и пришли. Кроме этого, вот обслужу еще один далекий квазар, конкретный совершенно случай. Он уже находился не на расстоянии миллиардов световых лет. Это достаточно близкий объект, всего лишь на расстоянии, если я правильно помню, несколько десятков миллионов световых лет. А здесь он поближе, мы его видим подробнее. И вот здесь мы, считай, находятся сверхмассивные черные дыра. Вот это вот горячая плазма бьет в это направление. И смотрите, что мы увидели. Мы увидели, что оказывается вот в центре вот этого джета мы видим дырку. Да, вот, собственно, излучения нет. Ну и как-то совсем получается странно. Получаются какие-то вот эти вот самые выбросы горячей плазмы из квазаров, они какие-то дырявые, что достаточно странно. Однако мы, подумав, пришли к следующей идее. Очень возможно, что плазма двигается вот в струях этих далеких квазаров, как вода двигается в реке. В том смысле, что по центру реки у нас течение более быстрое, а по краям реки течение более медленное. Почему? Потому что по краям джета эта плазма очень быстро может взаимодействовать с окружающей средой, с окружающей пылью. Точно так же, как в реке вода взаимодействует с, не знаю, с травой на берегу. А если вы двигаетесь в центре вашей струи у квазара с большей скоростью, то начинает работать эффект релятивистской аберрации. Кому интересно, в Википедии про него написано. А я вам сейчас на пальцах его объясню. Этот эффект заключается в том, что чем быстрее вы двигаетесь со скоростью близкой скорости света, тем уже лучше к вашему излучению. Таким образом, если вы стоите на месте, вот вы облако горячей плазмы, вы стоите на месте или двигаетесь с субрелятивистской скоростью, то вы излучаете во всем направлении. Чем быстрее вы начинаете двигаться и все ближе и ближе к скорости света, тем уже лучше к вашему излучению. Поэтому, скорее всего, что у нас здесь происходит, это центр нашей струи двигается с большей скоростью, и его излучение просто-напросто бьет мимо нашего глаза. Это имеет жуткие, на самом деле, последствия для эксперимента. Сейчас я их проговорю. Прошу вас. А может быть, как бы там все нормально, просто имеет место та же самая прецессия, этого джета, и мы видим просто его вымышленный газ, то в разы перед рейдом, понимаете, он движется так, то есть это некая воротка, вы ее здесь не видите, потому что газ более расти, и она здесь не будет, потому что вы здесь просто больше. Возможно, существуют даже еще и другие модели, но вашу я сейчас обсужу. Дело заключается в том, что если у нас есть прецессия, тогда мы увидим направление скоростей плазмы, соответствующей вот этой вот модели прецессионной. Мы можем наблюдать поле скоростей, если мы один и тот же объект измеряем несколько раз. На самом деле именно это мы и делаем по данному объекту, но вот те эксперименты, которые мы имеем на сегодняшний день, не подтверждают данную модель, не подтверждают данную ситуацию. Но мысль совершенно здравая и правильная. Мы наблюдаем прецессию джетов, однако она показывает себя немножечко по-другому. Проблема вообще вот с этим случаем заключается в том, что нам очень важно с хорошей точностью оценить скорость движения плазмы, потому что по скорости движения плазмы мы можем оценить, какова величина так называемого релятивистского усиления, потому что из-за теории относительности мы видим эти объекты немножечко ярче, чем есть на самом деле. Нам нужно учесть вот это вот усиление. И если мы измеряем скорость движения плазмы по этим краям, то мы на самом деле ошибаемся, потому что мы не знаем, какова же скорость центра. Для нас это безумно важно и болезненно, если мы, оказывается, ошибаемся. Так, я хочу идти на следующий слайд. Да, и мне не получается. О! Ну вот еще один пример того же самого. Посмотрите, вот цветом здесь показано начало такого же релятивистского выброса у одного из квазаров. Здесь массивная черная дра бьет в эту сторону. И вот цветом это та картиночка, которую мы получаем с помощью наземного интерферометра. Помните, мы разговаривали про огурец, как вы меня видите. Вот это вот то, что видит наземный интерферометр. А вот синеньким вы видите, собственно, внутреннюю структуру, которую смог восстановить наш интерферометр. Мы опять видим, что по центру есть такие квазидырки. Скорее всего, здесь, благодаря радиострому, мы получаем информацию про распространение плазменных нестабильностей, если говорить о разных возможностях, которые у нас могут быть. Ну что, давайте мы перейдем теперь к пульсарам. Пульсары — это нейтронные звезды, то, что остается после взрывов сверхновых. Итак, взорвалась сверхновая. То, что от нее осталось из-за того, что процессы горения термоядерного прекратились, и они не могут противиться внешнему давлению гравитационному вещества, эта звезда сжимается до очень больших величин плотности. И вот здесь написаны типичные цифры. Плотность пульсара оказывается на уровне 10 в 9, то есть это миллиарда тонн в кубическом сантиметре. И это не ошибка. Миллиард тонн в кубическом сантиметре. Это плотность звезды, которая называется нейтронная звезда. При этом величина магнитного поля на поверхности — вот 10-12 Гаусс или 10-8 Тесла. Очень интересные, уникальные объекты, позволяющие нам исследовать законы природы в экстремальных условиях, не строя соответствующие дорогостоящие установки на Земле, а просто наблюдая их в космосе. Кроме этого, они очень интересны, потому что с помощью них можно строить самые точные часы. Они вращаются, и из направления оси магнитного поля бьют очень яркие лучики света, и когда при вращении они чиркают по Земле, мы на Земле видим импульс. Я нередко рассказываю историю их открытия, о том, в общем, совершенно не предполагали попытаться найти что-то типа пульсара. Наши коллеги в Великобритании построили, кстати, интерферометр небольшой для исследования процессов в атмосфере Земли, и случайно увидели вот эти вот импульсы, и вначале посчитали, что это вообще сигнал от внеземного разума. И засекретили эту информацию, и только после того, как они обнаружили нескольких таких объектов, они осознали, что это что-то космическое, результаты были опубликованы, была получена Нобелевская премия, и вот оказалось, что это пульсары. Так вот, пульсары вращаются с хорошо известным законом, это можно измерить, и на основе сетки пульсаров можно даже построить самые точные часы. Они будут точнее, чем любые атомные часы, а главное, что их ход не будет зависеть от катаклизмов, которые происходят на планете Земля. Чем они интересны нам? Они нам интересны тем, что они очень яркие, и мы можем их использовать как прожектор, который просвечивает межзвездную среду в нашей галактике. Это то, как мы их использовали в проекте «Радиоастрон», и, честно говоря, вот в начале, после запуска проекта в космос, у нас не было таких больших ожиданий, связанных с пульсарами, потому что пульсары, они яркие на длинных радиоволнах, ну вот таких. А, к сожалению, длинные радиоволны, когда они проходят через межзвездную среду, они рассеиваются. И поэтому, хоть сам пульсар очень маленький, а область его излучения еще меньше, но выглядит он для нас как фонарь в тумане. Очень сильно такое протяженное, размытое изображение. А интерферометр, как мы с вами уже договорились, и я так понял, что так как для некоторых из вас слово «фурье» было знакомо, он отфильтровывает все излучение протяженной части объекта. И если у вас вот большая база интерферометра, для этого проект «Радиострон в космосе» запускался, то вообще говоря, вы пульсар не увидите. Просто-напросто потому, что хоть он самый маленький, но вот его излучение рассеивается, он получается очень большим, кажется очень большим, и подавляющее большинство наших коллег, включая и меня на самом деле, не ожидали, что «Радиострон» сможет зарегистрировать излучение пульсаров. Реальность превзошла все наши ожидания. Вот так вот пульсар должен был бы выглядеть, только очень маленький. А вот что оказалось на самом деле. Оказалось, что на какой бы проекции базы, на каком бы расстоянии от нашего космического телескопа, родноземного мы не наблюдали, мы видим какую-то долю излучения от пульсара всегда. И оказалось, что фактически существует новый эффект рассеяния излучения, про который мы никогда не знали раньше, в результате которого на фоне рассеянного и протяженного изображения космического объекта появляются вот такие вот точечки, маленькие яркие точечки. И эти точечки, они связаны вот с этим самым новым эффектом рассеяния. Давайте мы сейчас пока посмотрим еще один фильм. Я вот покажу вам, должен быть, ну как, наверное, этот. Давайте попробуем. О, замечательно. Поехали. Мы потом покажем его еще раз. Для того, чтобы представить себе, что это такое, вот мы взяли бублик, это моделирование, не настоящее наблюдение. Мы взяли бублик, поместили его на небо и вот смоделировали вот этот эффект, новый эффект рассеяния, мы называем структуру пятно рассеяния, которую мы открыли. И вот мы сделали следующее. Мы положили бублик на небо и перед этим бубликом пустили облако межзвездной плазмы. И вот фактически оказывается, что вот этот бублик будет выглядеть следующим образом. Давайте еще разочек посмотрим. Почему нас интересует бублик? Он нас интересует потому, что, естественно, мы хотим увидеть тень от черной дыры. Я об этом поговорю на следующем слайде. И мы ожидаем, что тень от черной дыры будет выглядеть примерно так. В середине будет черно, а по краям будет, собственно, такой ореол. Но никто никогда не предполагал, что на самом деле вот на фоне вот этого ореола ну давайте уже вернемся на слайд обратно. Спасибо. На фоне этого ореола будут такие вот вкрапления. И это оказывается принципиально важно. Вот почему. Во-первых, не осознавая вот этот эффект, который мы пару лет назад открыли, существует громадная опасность, что астрономы перепутают и неправильно интерпретируют результаты своих экспериментов, да, и скажут, что вместо того, чтобы увидеть вот эти вот пятна, как результат рассеяния, это изображение объекта как такового. И можно объявить там тот или иной результат, который на самом деле неправильный. Но кроме этого, и вот это безумно важно, если мы сможем построить вот это вот много пятнышковое изображение нашего рассеянного объекта с хорошей точностью, то мы можем восстановить истинное изображение исследуемого нами объекта, спрятанного за этим вот облаком. То есть фактически мы обнаружили, и сейчас мы пытаемся это реализовать, новый метод восстановления изображения космических объектов, испорченных рассеянием. Собственно, мы говорим вот о чем. Вот мы предполагаем, что помните далекий квазар, вот мы считаем, что вначале находится сверхмассивная черная дыра, вот где-то там, да, и вот это тот самый бублик, вот в центре такое темное пятно, и вокруг находится, мы видим ореол, да, вот от тени, собственно, черной дыры. Мы пытались, потому что нашего разрешения достаточно, мы пытались построить изображение тени черной дыры, у нас не получилось, скорее всего, именно из вот этого самого рассеяния. Вот от одного из, от одной из близких галактик. Что касается центра нашей галактики, то нашего разрешения тоже хватает. Но про центр нашей галактики мы точно знаем, что он рассеивается, и рассеивается очень сильно. То вот именно по этой причине, после того, как мы обнаружили новый эффект рассеяния, собственно, мы провели эксперимент, относительно недавно, по наблюдению центра нашей галактики, с надеждой, что мы сможем восстановить истинное изображение этого самого бублика, этой тени черной дыры, после учета эффекта рассеяния. Надеюсь, нам удастся. Что же произойдет, если нам не удастся? А вот что. Как я говорил, рассеяние работает на длинных радиоволнах. Соответственно, если мы будем наблюдать на все более и более коротких, мы сможем побороть вот это поглощение радиоизлучения, которое происходит в центре далекой галактики. И для этого существует новый проект, который мы сейчас разрабатываем, он называется «Миллиметрон». Мы планируем примерно через 10 лет послать в космос тоже 10-метровое зеркало, однако с намного более точной поверхностью. Он уже сможет работать на длинных волн миллиметры, субмиллиметры. Вот это все экраны, которые защищают наше зеркало следующего проекта от нагрева солнцем. Собственно, если нам не удастся через этот путь учет эффектов рассеяния построить, можно сказать, открыть черную дуру в центре нашей галактики, тогда проект «Миллиметрон» уже обязан это сделать. Все. Спасибо. Скажите, пожалуйста, эффект рассеяния вы пытаетесь построить в математическом модели и потом как равно отработать изображение? Да. Это если упрощенно. Совершенно верно. Да. На канале ГАЛОС ваша лекция есть? Представили? Там представлены лекции из «Миллиметроза» и «Плюс» передачи почему-то иностранные. А вот наши? И что? Ну вот вообще там некоторые мои лекции, которые записывались, вы можете найти достаточно легко. Практически все каналы, которые выкладывают лекции, они всегда копируют это дело на YouTube. Вы дайте просто на YouTube поиск, на ключевое слово «Радиоастрон» и скорее всего вы что-то найдете. Ну что, давайте теперь вопросы какие-нибудь хитрые или наоборот. Да, прошу вас. Гвоза, мы смотрим на большие краски с учениками, на большом расстоянии, которые были здесь очень давно, помимо того, что они находятся очень далеко. Почему, например, мы... Скажите, какой самый молодой гвоза, точнее, самый близкий к нам во временном отношении, мы видим, и с чем связано, что мы не видим? Значит, наиболее близкая активная галактика, у которой в центре всех массивных черных дыров, массой миллиарды масс Солнца, находится на расстоянии 16 мегапарсек или примерно 50 миллионов световых лет. Почему их мало близко? Ну, потому что объем маленький. Понятно, что чем дальше, тем... Нет, это примерно одно и то же. На самом деле, скажем, когда мы обсуждаем активные галактики, квазары, принципиальная разница между ними для нас, как для наблюдателя, заключается в следующем. Для квазаров мы считаем, что вот эта самая очень горячая струя, да, она практически направлена нам в глаз. То есть угол между направлением наблюдателя и направлением этой струи будет составлять несколько градусов. Чем меньше этот угол, тем больше усиление излучения, то есть кажущееся усиление. Соответственно, понятно, что для того, чтобы вероятность увидеть подобный объект была достаточно высокая, он должен быть достаточно далеко, потому что объем наблюдаемого вами вселенной должен быть достаточно большой. Соответственно, чем дальше, тем будет больше. В принципе, все понятно. То есть те же самые квазары, они как были, так они, грубо говоря, есть сейчас, просто это зависит от угла в меди. Если говорить про то, есть ли сейчас или нет, ну, это надо быть более аккуратным, потому что надо определить, что такое сейчас. Но если очень коротко, то фаза галактики, когда она находится в активной стадии, примерно миллион лет. То есть достаточно короткая. Подавляющее большинство галактик, которые есть во Вселенной, они неактивные, да, в любой зафиксированный момент времени. Вот активная фаза, относительно короткая. Да? Можно вопрос немножечко не подокладывать? Попробуйте. У вас очень интересная, новая емка и рекорды для программирования задачи ставятся. Как вам попасть на работу, куда? Вообще первый раз слышу про вот это все. Да, значит, начну с последнего. То, что вы первый раз слышите, это не ваша вина, естественно, а наша. Мы над этим пытаемся работать, но ситуация достаточно сложная, потому что, ну, например, я одновременно читаю научно-популярные лекции и руковожу научной программой проекта. По большому счету, как бы это ненормально. Вот. Поэтому, по большому счету, более активно должны были бы работать там пресс-службы, соответствующих больших агентств. Им еще над этим нужно, как бы, ну, трудиться. А если все-таки отвечать на ваш первый, но мы стараемся вместе, так можем. Отвечая на ваш, собственно, главный вопрос, вам нужно просто связаться с нашей организацией, физический институт имени Лебедева. Вы выходите на сайт, вы ищете астрокосмический центр, это то отделение, которое занимается проектом Радиоастрон, и вы сможете написать имейл или даже позвонить по телефону, но это намного проще, чем хотелось бы. Я имею в виду позвонить по телефону, потому что пишут и звонят очень разные люди. Но мы работаем со всеми одинаково, потому что это очень важный момент, это очень важный момент на самом деле. Мы работаем за государственный счет, за деньги налогоплательщиков. Этот проект, как и любой космический проект, достаточно недорогой, по порядку величины. Он стоил к моменту запуска, как говорил Роскосмос, 5 миллиардов рублей. Мы категорически обязаны отчитываться перед каждым из тех, кто заплатил налоги. Поэтому в этом нет никаких проблем. Вы действительно связывайтесь с нами, а дальше посмотрим, если ваши умения и наши предложения по А, нуждам, Б, заработные платья и так далее будут всем интересны, то это можно обсуждать. Да. Насколько я понимаю, такая практика не существует. Вы понимаете, какая штука? Это очень серьезные вложения. И вот я сегодня на круглом столе упоминал на дне физика на моем родном физическом факультете МГУ в этом году. Был у нас юбилей. И, соответственно, Дерипаска к нам пришел, и у нас был круглый стол, аналогичный сегодняшнему с утра, однако вот с ним разговаривали. Было очень интересно, наверное. И у нас были, по-моему, преподаватели с физфака, которые как раз этот вопрос и подняли. А почему, собственно, вам не вложиться? И он, я считаю, совершенно справедливо сказал, что любые большие проекты, научные, особенно фундаментальные, это, казалось бы, в общем-то, забота государства. Потому что, по большому счету, нужно понимать, что государство делает, когда, вот я сказал, да, мы стоим 5 миллиардов рублей. Что эти 5 миллиардов рублей получили астрономы? Да ничего подобного. Ну, с какой вообще перепугу в нас вкладывают такие деньги? Да? Мы, собственно, наивные. Конечно же, это вложение в высокие технологии. Для государства крайне важно разрабатывать, а, высокие технологии в стране, и, б, кадры, да, которые эти высокие технологии могут разрабатывать. Собственно, казалось бы, что это задача действительно организации. Поэтому, насколько я понимаю, вот в те трудные годы, да, когда все развалилось, вот я не проговорил это сегодня, время есть, поэтому я могу, да, почему проект, в общем, выжил, все это благодаря, неправильно сказать, одному человеку, но действительно благодаря руководителю нашего отделения, академику Николаю Семеновичу Кардашову, который стоял за этим проектом около самых истоков, который, собственно, вот, не знаю, какое правильное слово использовать, протянул его через эти сложные годы, да, и вот, собственно, привел к его реализации, и вот сейчас вот мы все наслаждаемся нашими результатами, этими возможностями, и я знаю, что он искал частные возможности для этого проекта выжить вот в те тяжелые годы, когда олигархи уже были, а денег на подобные проекты в стране еще не было, и ничего это успехом не увенчалось. На сегодняшний день, вот, проект, который я обсуждал, Радиоастрон, Миллиметрон, некоторые другие, являются частью федеральной космической программы нашей страны, и, собственно, финансируются оттуда. И мне кажется, что это правильно. Вот первая была рука там, потом, прошу вас. У меня вопрос, связанный с вашими обсуждениями сейчас, насколько вы считаете, оправданно, что частные компании начинают проявлять интерес к космосу и дают таким образом новый рынок? По-моему, это замечательно. Я считаю, что это совершенно замечательно, потому что частные компании при прочих равных намного более эффективны. Согласен. А на вторая часть вопроса, как вы считаете, что нужно для, побороться с коррупцией? Но я же не сказал ничего нового. Я прошу вас. Я просто уточняющее вопрос. Вы сказали правильно про федеральную космическую программу, но это, конечно, большинство не знает. На какой степени утверждена сейчас федеральная космическая программа, какие этапы электронного влога, я так понимаю, что не успеет до этого, на следующий пойдет. И как ран, ваш институт, лоббирует, как ожидается, чтобы он пошел в ПКП, какие механизмы у вас есть, чтобы все понимали, как это все анонсирует, лоббирует, выдвигается. Расскажу то, что знаю я. Потому что, если честно, то заниматься совсем всем же невозможно. И вот в нашей организации есть, например, разделение, естественно, кусков. И я все-таки занимаюсь именно проектом «Радиоастрон». Потому что, с одной стороны, моя главная боль это координация научной программы, ее реализация. С другой стороны, я руковожу одной из ключевых научных задач. То есть, у меня есть большой именно свой научный интерес. часть этих результатов я сегодня рассказывал. Далеко не все, о чем рассказывал, получил я. Наоборот, большинство было получено другими научными группами. У нас их много. Поэтому, в общем, подробности про миллиметрон, тем более лоббирование, я вам не расскажу, насколько это реально и как оно работает. Но расскажу то, что знаю. Итак, речь идет вот о чем. Все космические проекты в нашей стране, как мирные, так и военные, они реализуются в рамках так называемой федеральной космической программы, которая принимается на 10 лет. Ее мирная часть обсуждается в рамках Совета по космосу Российской Академии Наук. Это межведомственный орган, который имеет свои секции и обсуждает разные программы. И на основании результатов этих обсуждений, на основании, ну скажем, консенсуса, к которым эта группа приходит, реализуются рекомендации, которые передаются в Роскосмос. И обычно вот в этом виде они и входят внутрь федеральной космической программы. Вот если очень коротко, что касается того, что происходит за кулисами, происходит ли там что-то, я, к счастью, не в курсе. Прошу вас. планирование обычного работа уже реализованного проекта обычно дешевле. Насколько эффективно будет, например, запустить вторую точную антенну и к чему это приведет? Приведет ли это увеличение разрешающейся способности там, где-то, да, значит, замечательный вопрос, спасибо. Первое, запустить одновременно два спутника на разные орбиты было бы в ВОО. Да, понятно почему. Потому что, когда у нас будут принципиально разные базы интерферометра, мы получим значительно больше информации. Именно с этой идеей вышли наши китайские коллеги несколько лет назад, по-моему, года три, когда уже было понятно, что проект радиастрон очень успешен и мы закрыли очень много ниш. То есть мы решили много научных задач, которые до этого как бы стояли на повестке дня как очевидные, наиболее интересные для подобного проекта. Однако у нас один спутник в космосе, поэтому сказали, окей, мы пойдем немножечко на более короткий длину волн. Помните, чем короче длина волны, тем с одной стороны с рассеянием нам проще, да, вот излучение, а с другой стороны разрешение еще выше. А с другой стороны мы пошлем два спутника. И вот с этой идеей они вышли к своему космическому агентству. У этой идеи есть следующие проблемы. Каждое космическое агентство пытается сэкономить денег. Поэтому оно сразу задает вам вопрос, окей, а вот те научные задачи, которые вы предлагаете, а с одним спутником его можно решить? Ну дешевле же, да? И в общем с одним спутником большинство из этих задач тоже можно решить. А когда остался один спутник, то это уже было так похоже на нас, что в общем проект умер. Ну то есть он был не поддержан китайским космическим агентством. А если вернуться как бы в начало вашего вопроса, да, клонировать любой спутник намного дешевле, я вижу, однако технологии вы уже не развиваете, потому что вы клонируете. А помните, основная задача развития технологий и очень много задач, которые было решено в рамках радиострона, они были принципиально новые. Я рассказал про раскрытие зеркала, я очень коротко упомянул, а надо упоминать это с гордостью, не за себя, а за российскую промышленность. Вы знаете, да, что в мире на самом деле не так, что много стран есть, которые производят атомные часы, а может быть не знаете. На самом деле это вот Швейцария да Россия, а Россия это Нижний Новгород. Так вот Нижний Новгород впервые произвел атомные часы, или правильнее говорить водородный стандарт частоты, в космическом исполнении для нас. И он впервые полетел именно на радиоастроне. И он оказался очень успешным, работает уже больше пяти лет. Это просто чудо. Это просто чудо, что они сделали с первого раза успешно. Вот все эти технологии да, в общем копировать уже ну как уже сделали, да, то есть как бы смысла в этом большого нет, в этом государстве большого смысла вкладываться в это нет, а научные задачи уже решены. Да, то есть если вы хотите решать новые научные задачи, вам нужно как бы покрывать новый диапазон, реализовывать новый диапазон возможностей в том инструменте, который вы построили. Поэтому почти никогда не дублируются спутники. Летает один Хаббл, летает один радиоастрон, и подавляющее большинство вот этих космических обсерваторий не дублируются именно по этой причине. Что касается марсоходов, то я могу здесь ошибаться, но мне кажется, ну вот вы наверное поймаете меня с примерами, которые будут другие, что там как бы идея следующая, что настолько много вкладывается в то, чтобы это дело туда услать, что просто вероятность потери настолько большая, что давайте пошлем два с надеждой, что один выживет. Да, ну вот о том и речь. Да, да, да. С теми же самыми Voyager'ами. На самом деле одного хватило бы, если бы была уверенность, что он выживет. Как бы посылая два, вы просто увеличиваете вероятность того, что выживет. И на самом деле я помню, когда накануне запуска нашего спутника, он называется «Спектр-Р» в рамках федеральной космической программы, накануне на Байконуре у нас был банкет с тогдашним председателем космического агентства, он говорил, и вообще я подумываю делать вот подобные тяжелейшие и дорогостоящие проекты в двух копиях для того, чтобы увеличить вероятность успеха, потому что уже столько денег вложено, что давайте посылать два, потому что если с одним что-нибудь случится, чтобы хотя бы второй выжил. То есть эти разговоры они идут, но для большого количества проектов просто недостаточно денег, чтобы это можно было сделать. Ну, не удается это, используя слово лоббировать. Был вопрос там. Прошу вас. Слушайте, если у тебя есть, конечно, что-то сделать, может быть, вы говорили, а каково ожидаетное время работы и что является основным лимитирующим аппаратом. Ожидаемое время жизни пять лет. Основной лимитирующий фактор космическое излучение и сбой электроники на борту аппарата под космическим излучением. Просто с прошествием времени вероятность увеличивается. Вы считаете вероятность за год, за два, и за пять вероятность сбоя была настолько большая, что вот, собственно, пять и оказалось. Конечно, вы можете строить аппарат, который будет жить дольше, это будет, наверное, стоить дороже, а главное, он будет тяжелее. Вот, поэтому наш был построен под пять лет. Он уже проработал пять лет, но я могу вам сказать, что мы видим деградацию нашего спутника, нашего космического аппарата, мы видим отказ тех или иных блоков и борьба с этим следующая. Инженера в космос не пошлешь, если ты не Хаббл. Поэтому вы строите спутник, дублируя все, что можно продублировать. Поэтому большинство компонентов электроники, которые у нас есть на борту, находятся либо в двух, либо в трех копиях. И у нас уже есть много систем, у которых осталась только одна рабочая копия, что и следовало бы ожидать для пяти лет. Мы в этом смысле абсолютно, опять же, вот благодаря, ну, просто, ну, абсолютно потрясающей многолетней работе инженеров, мы оказались абсолютно успешны и живучи. Понятно, что для того, чтобы быть неуспешным, достаточно ошибки одного человека, но чтобы получить вот подобный результат, нужно, чтобы сотни отработали на 200%, что у нас и произошло. Во-первых, наш проект международный, как я говорил, и действительно у нас на борту вот есть усилители излучения, да, приемники, усилители, которые построены за рубежом. Это связано с тем, что у нас в стране мы до сих пор, или, по крайней мере, к моменту запуска в космос, мы не умели делать малошумящие усилители, малошумящие транзисторы. Вот то, что, если кто здесь есть специалист, называется HEMT-транзисторы, вот мы не умели их делать. Поэтому усилители диапазона 92 см, 18 см и 1 см построены за рубежом. Индия, Австралия, Соединенные Штаты. Весь приемник 18 см построен в Австралии. Поэтому наши зарубежные коллеги участвуют в нашем проекте не только в постройке оборудования, но и наземными телескопами. Наземные телескопы с нами наблюдают, как российские системы Квазар-КВО, украинские наблюдал, в Крыму и в Патуре, когда это была Украина, и громадное количество зарубежных. И что касается, собственно, научных групп, то они у нас есть и чисто российские, но в основном международные, из-за принципа открытого доступа. У нас примерно 20 стран. Ученых примерно 20 стран. Примерно 200 ученых из 20 стран участвуют в наших научных экспериментах. Если же возвращаться к вашему вопросу, был проект до нас, аналогичный. Его реализовали японцы. Они послали 8-метровое зеркало. Они сделали следующее. Японские женщины, я не утрирую, японские женщины связали из золотых нитей телескоп. Фактически поверхность телескопа. И когда они запустились в космос, они сделали следующее. Они, если помню, три что ли или четыре штанги, они вывели наружу. И эти штанги за собой натянули в 8-метровое золотое зеркало, состоящее из золотой сетки с мелкими ячейками. Он был намного легче по весу, потому что не так много стран есть с такими мощными ракетами, как у нас. У них было два момента. Первое, нашим японским коллегам не повезло. И самая короткая длина волны 1 см. А помните, чем короче волна, тем у вас выше разрешение. У нас тоже самая короткая 1 см, 1.3 см, 13 мм. Она не сработала. А именно из-за тряски во время запуска телескопа в космос, во время выхода ракеты, у них отошла связка. В общем, фланец соединения облучателей это входная часть аппаратуры, куда фокусируется излучение. И вот следующая часть, куда уже направляется сигнал к приемнику. У них отошло одно от другого и просто-напросто из-за этого этот диапазон не потеряли. И так они потеряли самый колоннодный новый диапазон. А кроме этого, они вышли на орбиту только примерно 2,5 диаметра Земли. То есть, фактически, если честно, то возможности, которые у нас есть на Земле, они не особо-то и улучшили. Поэтому технологически это был великолепный проект. На самом деле, есть много интересных публикаций, но никакого прорыва научного они, к сожалению, не сделали, что неудивительно, учитывая вот эти вот параметры. То есть, на самом деле, наши зарубежные коллеги тоже старались это сделать, но вот японские коллеги даже сделали, однако без научного прорыва. А причины, почему, на самом деле, вообще не так уж и просто опять использую слово лоббировать, раз что оно было сегодня так много раз произнесено, не так просто лоббировать космические проекты в области радиоастрономии, связанные с тем, что когда ты приходишь в радиоастроном и говоришь, ну я хочу, а тебе говорят, ты на Земле можешь наблюдать. Вон у вас сколько на Земле, да? А у гамма-астрономов такой возможности нет, у тех, кто работает в рентгене, такой возможности нет. У тех, кто работает в ультрафиолетовом излучении такой возможности нет, потому что атмосферу все поглощает. Поэтому, в общем, это не так просто оказывается. Когда ты говоришь, да, ну у вас же разрешение, ну подожди, ну у вас же вот все радиоастрономы, они же все равно при деле, у них все равно есть возможность получать свои экспериментальные данные на Земле. Ну да, ну не такое разрешение, но ведь все-таки есть работа, да, а у этих работы не будет. Ну ведь логично. Поэтому на самом деле это очень непросто убедить космические агентства идти вот за такими проектами. Особенно учитывая то, что вот я об этом не проговорил, но это очень важно. Очень редко бывает ситуация, когда вы реализуете космический проект, и вы заранее не знаете, какой будет результат. А мы не были гарантированы. Никто никогда раньше не исследовал космические объекты с вот таким уровнем разрешения, или вот таким, соответственно, на такой базе, да, поэтому были предсказания, что там, например, все эти ваши квазары, они не такие яркие, не такие компактные, как вы ожидаетесь, да, вы ничего не увидите. Ну, про пульсары я тоже сказал. Поэтому это еще и был достаточно рисковый проект, и сейчас, конечно же, ну вот все понимание свойств космических объектов в радиодиапазоне, она, конечно, сильно поменялась, вот благодаря нашим результатам, и это помогает сейчас двигаться вперед. Да? Можно не с этим навыкся? У нас, заранее предупреждаю, осталось 3 минуты, потому что я всегда жестко стараюсь удерживать время. Прошу вас, конечно. Образование, как бы, сейчас продвигает людей возвращения страны на школу. Вот будет им учебник, а то хронует эти достижения современными? Хотелось бы, потому что очень обидно, когда видишь, ну вот открываешь учебники физики, экономики, там фамилии. Наши ученые нет. Я уверен, что результаты и нашего проекта в учебниках истории, в учебниках астрономии будут, но на сегодняшний день, насколько я понимаю, главная задача сертифицировать те учебники, которые уже есть. Те наши коллеги, которые пишут эти учебники, они в основном из-за того же самого университета, который я заканчивал, они, естественно, хорошо знают о наших результатах, и я передам ваше пожелание, чтобы они не забыли про нас в этих учебниках. Хорошо. Еще был вопрос. Будет сделано. Мне такой вопрос. Просто хочу, чтобы все оценили, что фактически это чуть ли не единственный научный, фундаментальный, технический аппарат. И вот Юрию очень повезло, он, руководитель научной программы, чуть ли не единственный, последующий ломонос, обзывательный АПАТ-МГУ. Фактически, за последние 20 лет это чуть ли не единственный успешный, работающий, фундаментальный, даже есть, в данном значении аппараты, российский аппарат, которые делают в результате открытия. Спасибо, но я хочу быть... Но только не мне, а тому коллективу, который... И вот это действительно так. Я рассказываю результаты, конечно же, громадного коллектива. Закончим на еще более оптимистической ноте. Мы надеемся, что примерно через год таких космических аппаратов и таких космических проектов станет в два раза больше. Потому что, да, мы надеемся, что через год будет запущен... Помните, я говорил про высокие энергии? Будет запущен эксперимент, который называется спектр следующей серии спектра. Спектр рентген-гамма, который будет производить обзор всего неба, включая центр нашей галактики, плоскость нашей галактики в рентгеновском и гамма-диапазоне, который строит институт космических исследований с большим участием наших немецких коллег и американских. И это будет... Мы желаем нашим коллегам успеха. Это будет совершенно потрясающий проект, если у них все сложится так же хорошо, как и у нас. А, собственно, почему бы и нет? Потому что они ставят свои телескопы на платформу, очень похожую на нашу, а мы ее уже вылезали, и все там проблемы, собственно, нашли. Там были сложности. Вроде бы, если я правильно понимаю, они летят на последней российско-украинской ракете «Зенит-2», которая была доставлена к нам. И, насколько я понимаю, они получили разрешение на запуск этой ракеты, по-моему, даже украинским расчетом. И, по-моему, на днях в Россию прибывает основной телескоп из Германии, который называется «Ирозита» рентгеновского диапазона. Так что, надеюсь, что вы скоро услышите про успехи еще одного замечательного российского проекта. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...